Ты собираешься в Турцию или уже здесь? И у тебя возник резонный вопрос, а что с деньгами? Карты Visa и Mastercard за пределами РФ не работают, а на платежную систему мир надеяться не приходится. Привет, ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся, и сегодня мы вам расскажем про деньги. Погнали! Карты Visa и Mastercard действительно в Турции не работают, а платежная система мир действительно работает очень мало где. Буквально на пальцах можно считать магазины, где она пройдет, несмотря на многочисленные заверения российских СМИ о ее повсеместном внедрении на территории Турции. Это большое преувеличение. Если ты с рублями, то не переживай. Есть решение, о котором мы сейчас тебе расскажем. Так что подписывайся на канал, ставь лайки и получай подробные инструкции. Первый вариант – это обналичить свои рубли с российской карты, то есть снять их непосредственно в банкомате на территории Турции. Карта МИР банка Тинькофф точно работает и позволяет это сделать в банкоматах трех банков Турции. Ишбанк, Зиратбанк и Вакивбанк. Мы советуем использовать для этого банкомат Зиратбанка, так как в Турции банкоматы старых образцов и часто проглатывают карты. А назад тебе проглоченную карту МИР никто не вернет. Они вообще не запариваются по этому поводу. Просто их выбрасывают и концов ты не найдешь. А банкоматы Зирата реже всего грешат этим моментом. Если все же так произошло и твою карту все-таки съел банкомат, блокируй ее в приложении, либо переводи онлайн деньги на другую карту. Других вариантов у тебя нет, чтобы сохранить в безопасности свои средства. Почему речь идет именно про Тинькофф банк? Потому что именно этот банк не зарегистрирован на территории РФ и не попал под санкции. И пока позволяет обналичивать средства в Турции. Снимать деньги с карты Тинькофф банка будет выгодно по хорошему курсу. Оплатить придется только конвертацию, установленную банком. Имею в виду, что в банкоматах Турции установлен лимит на снятие наличных. И как правило он составляет 2500 тысяч лир в один час. И условия могут меняться. То есть ты сначала попробуй снять в одном банкомате 2500 лир и тут же иди в другой банкомат. Если тебе второй банкомат уже не выдает 2500 лир, значит следует ждать следующего дня и опять пробовать занимать деньги. Если у тебя есть карта банка Райфазен, то с нее тоже можешь попробовать обналичие деньги. У некоторых получалось. Остальные российские банки не дают этого сделать. До июня месяца текущего года карты Сбера с легкостью проходили и позволяли обналичивать деньги даже в банке Денис. Но после расширения санкционного пакета в отношении Сбера эта возможность утрачена. При нас не один человек пытался, но все потерпели неудачу. Мы также попытались обналичить деньги с карты Сбера в июне месяце. И каждый раз соединение со Сбером не было установлено. Второй вариант через систему перевода в золотая корона. Скачай приложение, сделай себе аккаунт по предлагаемой там инструкции. И можешь отправлять деньги. Деньги можно отправлять в долларах, а получать здесь их в местной валюте согласно текущему курсу на момент получения. Чтобы перевести деньги себе, нужен турецкий номер. В этой системе работают платежные системы МИР, ВИЗА, Мастеркард. Комиссии также нет. Отключай функцию получения смс об осуществленных транзакциях в приложении, стоимость которого составляет 99 рублей. Все, что нужно будет оплатить, это сумма конвертации, которая устанавливается российским банком. Курс через золотую корону довольно-таки выгодный. И опять же, Сбер больше не позволяет это сделать, так как не присылает одноразовый код из-за отключения SWIFT. Пункт выдачи найдешь там же в приложении с указанием адресов. Чтобы получить наличные, необходим просто паспорт и турецкий номер. Перевод приходит тут же. Ждать, пока придут деньги, не нужно. Перевел и сразу же иди получай наличку. По золотой короне еще можно добавить, что есть такой момент, связанный с менталитетом местных жителей. Если ты установишь контакт с сотрудником пункта выдачи денег, обменяешься с ним телефонами, то возможен такой вариант, что ты будешь получать перевод не в лирах, а в долларах или евро, что тебе удобно. То есть ты сможешь написать, есть у тебя там доллары. Он тебе напишет, типа есть. Ты пишешь, и сейчас приду. Переводишь все деньги, берешь и получаешь. Ну так. Мы не раз такими уже пользовались. Человеческие взаимоотношения. Ну и последний вариант. Как видите, вариантов не очень много, но тем не менее они пока есть. Если едешь ненадолго, то всегда есть возможность привести наличку в установленном лимите согласно российскому законодательству. Последним данным это максимум 10 тысяч долларов на человека. Но не вези сюда рубли, так как внутри Турции курс будет грабительский. И это если еще удастся найти обменник, который готов к рублям. Только доллары или евро, если ты из стран СНГ. Ну вот. Теперь ты знаешь, что немногочисленные способы, как не остаться без денег в Турции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если что-то непонятно, пишите комментарии, мы на все ответим. Всем пока. Всем пока.